Ну, да, такой интересный вопрос в точке невозврата журналистики. Да, вы знаете, у меня, когда она наступила, я не знаю, наверное, я ее достиг, то есть я сейчас уже не представляю, как я буду жить без журналистики. И, то есть не в том плане, что вот я все, я работаю на первом канале или на другом телеканале, то есть нет, это журналистика, можно заниматься и быть бизнесменом, и заниматься журналистикой, то есть иметь, допустим, свой продакшн, снимать какие-то программы, там, фильмы какие-то или еще в каком-то виде. У меня был один этап, когда я уходил с телевидения, значит, я уходил с 2007 года на телевидение, я уходил на интернет-проект. Ну, это тоже, в общем, журналистика была, но немножко как бы другого рода. Я уходил, и год я там смог без эфиров просуществовать, и потом понял, что я не могу этой эмоции обратно на телевидение. А как этой точке ты достигаешь невозврата? Ну, сложно сказать как-то. Вот ты как-то, ты проникаешь в профессию, ты понимаешь, нравится она тебе, не нравится. Когда ты понимаешь, что она нравится, что тебе интересно, она дает тебе какие-то открытия. И вот, наверное, вот это, это точка невозврата. Здравствуйте, я зовут Елена. Чему вас научило под работой на Первом канале? На Первом канале? Что научило работать? Вы знаете, вот я когда перешел на Первый канал, там, конечно, все по-другому было. Это самое такое, для меня, ну, понятно, это мой график сейчас работы. То есть мы работаем неделя через неделю, и Первый эфир у меня в 5 утра, и чтобы, понятно, в 5 утра выйти в эфир, на работу надо приехать, ну, как минимум, в 4 утра. И то, я сейчас в 4 утра приезжаю, потому что уже я уже, ну, считаю себя, ну, как, ветераном, не ветераном, но таким уже, как бы, уже опытным человеком, уже, то есть раньше, когда только я пришел, я в 2.30 приезжал. Сейчас в 4 часа, и, понятно, это такой график, когда тебе надо раньше лечь спать, раньше встать. И что она меня научила, эта работа, это вот перекликается с предыдущим вопросом. То есть я, чтобы в таком графике эффективно работать, это нужно было, это нужно было, это нужно постоянно держать себя в хорошем, таком физическом состоянии, в хорошем тонусе, и чтобы держать себя в этом тонусе, понятно, вот заниматься спортом. Ну, там много всего надо, да, надо и правильно питаться, и спать, там вовремя ложиться, и спорт, это очень важно. И вот самый такой, как бы, спорт, хороший для меня, эффективный, это был бегать, бегать, и причем стал столько бегать, что он стал бегать, бегать в марафон 40-го километра. То есть это, это результат, вот, как бы, Первый канал, это научил меня больше внимания спорту уделять, что ли, ну, как-то вот. Вот, наверное, это самое такое, что такое яркое. Здравствуйте, Александр. Единственное, что помимо вашей многосходительности вы также ведете свадьбу, является ли это для вас чем-то больше, чем просто на конкурсе? Вы знаете, на самом деле сейчас я не веду свадьбы, вот, там, да, действительно, там есть на одном сайте, там, какой-то аккаунт, мой где-то, ну, таких свадебных, вот, на самом деле я просто, у моих друзей была свадьба, и я один раз провел свадьбу, вот, ну, просто для друзей, они говорят, ну, ты же ведущий, ну, давай, ну, все. Вот я провел свадьбу, ну, было очень так весело, смешно, какой-то такой новый опыт был. А изначально, конечно, я, когда вообще телевидение прекратил, то есть, когда я учился в школе еще, я не думал, что я был там информационным ведущим, то есть новостей, ведь мне привлекал больше такой, как бы, развлекательный формат, я хотел работать на радио, работать диджеем, то есть разыгрывать призы какие-то, общаться с людьми по телефону, вот, я думал, это круто, и я буду этим заниматься. Поэтому вот это то, что там свадьбы, я там провел для своих друзей, это было две свадьбы. Я потом подумал, слушай, а может быть, мне попробовать еще там для друзей, ну, это такое просто, как развлечение, разместил это объявление, но на самом деле, я, ну, решил подумать, вообще, как там люди будут реагировать. На самом деле, люди никак не реагируют, поэтому я не с матерью на ведущие. Если у кого свадьба будет, я вам не рекомендую приглашать меня. Потому что, как бы, то есть, если какое-то деловое мероприятие, куда-то пригласите меня в качестве модератора, пожалуйста, да, я там провожу. То есть, что касается дополнительной работы, дополнительного там заработка, это да, это там работать модератором на каких-то конференциях, там, вот, из последних была в Крокус Экспо конференция импортозамещения, где присутствовал Медведев, кто еще там, министры какие-то. Вот я сидел тоже с умным видом, с таким микрофоном, там, что-то говорил, вот вам, слово вам, теперь вы, да, давайте вопросы их зовут. Вот такая вот модератора. Вот, а свадьбы, так, к сожалению, нет, а может, к счастью. Здравствуйте, меня зовут Алина Ильичевна. Как вам у нас все ваши первые эфиры? Первые эфиры, да, но это ужасно было, это было ужасно, это было очень плохо. Ну, по крайней мере, как я воспринимал, как первый эфир мы произошел. Значит, сейчас на первом канале я, получается, 5 лет работаю, до этого 7 лет работал на РНТВ, до этого на ТВ-центре работал, а еще до этого работал на региональных каналах в Ростове-на-Дону. Сам я родился в Подмосковье, ну, отец у меня военный, и мы очень много путешествовали, и вообще, когда мне было 18 лет, мы вот оказались в Ростове-на-Дону, и я попал туда на радио. Как я туда попал? Абсолютно совершенно случайно, лежал, смотрел телевизор, смотрю реклама, что объявляется конкурс, конкурс на радио, вот. А я, когда учился в школе, я мечтал, мечтал быть ведущим, вот. И у меня, я помню, был такой двухкассетный магнитофон, я не знаю, сейчас понимаете, о чем я говорю или нет, такой, который еще можно было вот так вот перематывать ручкой или... Значит, и я на этот магнитофон, у меня был микрофон, я его подсоединял, я там играл на гитаре, я там сам вел программу, то есть я сам играл, сам вел программу, сам с собой разговаривал, сам с собой, это было такое мое развлечение, вот. И поэтому, когда вот я увидел эту вакансию, что требуются ведущие, в чем они очень так написали, они написали, что требуется ведущие на высокооплачиваемую работу, но что оказалось полным враньем, конечно, значит, и я пришел, там действительно был конкурс, там сидела такая женщина лет 60, она была главный редактор, в таких золотых очках, очень такая... Она меня постоянно спрашивала, читала ли я Кармеги, как я к этому отношусь, то есть я, конечно же, читал там все. Вот, чем-то вот ей понравилось, и она мне говорит, слушай, а не хочешь завтра поехать эфир провести? Я говорю, как, ну тут вообще ничего нет. Да не, нормально, нормально, завтра приедешь, там вот в 7 утра, там будет наша ведущая, сидеть Ольга Кравчук, вот Анти все расскажет, все. Ну, то есть, на шок. Я говорю, как, я тут сразу вот так вот все это влезет. Ну, в общем, вот на самом деле все было так просто. Я приехал, мне дали текст, я вот сидел, читал в течение часа, вот. Потом, когда эфир начался, как это все прочитал, я не помню, это все как в тумане каком-то было. Вот, мне казалось, что это ужас, и что все, сейчас мне позвонят, скажут, что парень, ты вообще откуда взялся, и где, откуда ты пришел. Вот, ну позвонил, потом эта женщина, главный редактор, сказал, что, ну, есть над чем работать, вот. Вот, ну, в принципе, нормально, голос нормальный у тебя, вот. Ну, и давай приезжай к нам в офис, сейчас мы обсудим дальнейшее сотрудничество. И так я на радио стал сравнивать. Вот, ну, первый эфир, это, конечно, это был ужас. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Полина. А какую цель вы перед собой поставили учать в школе интервьюз? О, здорово, отличный вопрос. Действительно, я учился в интервьюзе, мне эта школа очень много дала. Она была здесь, как вы знаете, наверное, да. Это тоже, я ездил так же в дом журналиста. Поэтому сейчас даже мне немножко странно вот себя в такой роли себя ощущать. Вроде, недавно я еще сам здесь был студентом, так же приезжал, слушал. Какие-то умные люди приходили, что-то рассказывали, я там слушал их. А сейчас, как бы, вроде, сам сижу на этом месте, тоже пытаюсь что-то вам рассказать. Школа журналистики интервьюз, это, конечно, это прорыв был для меня. Это настолько было сильное событие в моей жизни, которое, наверное, все изменило. Потому что, если бы не было этой школы, непонятно, как бы карьера моя складывалась. Потому что я работал уже в Ростоке журналистом, и меня туда приглашали. Мне приглашали работать пресс-секретарем таможни местной. У меня была там возможность пойти в пресс-службу ГАИ местом. Ну, как-то на том уровне, на том ростовском, это считалось, как бы, ну, круто. Стал пресс-секретарем там Южного таможенного управления. Ну, потом я узнал, что есть такая школа интервьюз, где вот учат региональных журналистов. Я посмотрел, какая программа в этой школе, и просто понял, что мне туда надо. Потому что там все пункты, то есть, мало очень теории, то есть, все на практике построено. То есть, настолько плотный, мощный, интенсивный. И как раз по тем всем вопросам, которые мне нужны. То есть, техника речи. То есть, я думал, ага, ну ладно, тексты я научился писать. Ну, я так наивно думал, что я умею же писать тексты, хорошо. Вот. Но у меня там плохой голос, там, мне надо с голосом работать, чтобы как-то лучше, вольфе, изучать. Значит, техника речи. Вот, смотрю, стилистика, да, вот, у меня где-то тут горело. Я пишу, вот, стилистика, здорово. Потом там какие-то юридические вопросы. То есть, когда ты приезжаешь на съемку, и тебе, там, значит, полицейские говорят, что сюда нельзя. Вот как сделать так, чтобы все-таки пройти, там, на место съемки, там. И много-много таких вот практических вопросов. Я думаю, ну все, супер, надо мне туда. А там конкурс был, там был очень серьезный на тот конкурс. Потому что тогда мы узнали, что руководителем мастерской вот этого набора, на который я претендовал, будет Светлана Сорокина. Я не знаю, вы, как бы, помните, кто это такая? Нет, они не помнят. Ну, да. То есть, я, как бы, коротко расскажу. Это в то время была женщина, которая была общественно-политические ток-шоу. Ну, не знаю, там, стоит сравнивать с Малахо, ну и, конечно, нельзя сравнивать, конечно, да? То есть, у нее, вот, примерно, по уровню популярности, она была, вот, как вот, Малахо Фурган, то есть, ее все знают, все. Вот, она была общественно-политическое ток-шоу, и это просто, конечно, женщина, очень такая, была заметная на телевидении, это телеакадемик, она сейчас телеакадемик. Вот, сейчас она работает на Дожде, насколько я знаю. И Конкрус был сумасшедший, конечно. 12 мест было всего, и я знаю, что то ли 300, то ли 400 заявок в тот год пришло. И мне было очень приятно, что я попал туда, что меня отобрали. Я отправил заявку, нужно было поставить два своих репортажа, которые ты уже снял. Нужно было записать стендап специально, где-нибудь сказать, вот я такой-такой, почему я хочу учиться в этой школе журналистики. И оказывается, Сорокина сама смотрела все эти кассеты, все эти 230 кассет. Я отбирал, и очень приятно было, что она одна. Да, и вопрос был, что школа журналистики дала. Ну, дала прорыв, потому что, когда меня отобрали, у меня тоже еще больше такая корона на голове выросла. Я думаю, ну круто, значит, я действительно круто, я поеду сейчас, там сейчас все, в Москве буду. Ну, потом, когда мы пришли, первое занятие, были разборы этих репортажей. В общем, мне дали понять, что это ужас был. Это ужас, и вообще нужно серьезно задуматься, как бы, тебе стоит этим заниматься или нет. Потом уже я понял, что это была, ну, такая, как бы, у них тактика, стратегия. То есть, как бы, сначала унизить человека, чтобы он понял, что он полное ничтожество, там все, и потом он начинал лучше учиться. Да, и потом я учился в интерньюсе, и мне приятно было, что уже по окончании этой школы мне Сорокина подарила серебряную ручку. Это был такой специальный приз, как лучшему выпускнику. Ну, после этого я уже решил, что, да, мне надо в Москве работать. Пошел на ДВЦ. Это было странно, конечно, на ДВЦ, если сразу. Ну, это было самое простое, и я пошел туда. Ну, это был рост, это был рост, это был, это колоссальный рост, это, вот, она шла всего лишь месяц, эта школа. И за этот месяц, ну, это, это здорово было, конечно. Жалко, что и у меня сейчас такая школа, вот, потому что там действительно люди преображаются. Здравствуйте. Как Вы относитесь к блогерам, и чем, на Ваш взгляд, они отличаются от журналистики? Хорошо, я отношусь к блогерам, и, конечно, должны они существовать. От журналистики отличаются, вот, хорошие блогеры, они уже, они уже как СМИ, да, они, ну, они уже есть СМИ, там, сейчас, да, по закону они должны регистрироваться, как СМИ, насколько я знаю. Чем они отличаются? Отличаются, ну, как бы, большей автономностью, большей самостоятельностью, большей свободой в выборе тем, вот, потому что не каждому, вот, человеку, наверное, подойдет работа в СМИ, потому что все-таки есть какая-то операционная политика, человеку говорят, вот, там надо съездить туда, снять то, там, написать о том-то, вот, а им, ну, не хочется про это писать, да, то есть блогеры, они могут заниматься, как бы, своим таким творчеством, написать то, что интересно другим людям, вот, поэтому я к ним хорошо отношусь, я сам был активным блогером, когда я работал на Ран-ТВ, я был экономическим обозревателем, поскольку у меня основное образование, это экономическое, экономист по образованию, я работал экономическим обозревателем, я вел блог, в Лайф Джорнале, тогда была такая популярная площадка, сейчас не очень, какая популярная, вот, я вел блог экономического обозревателя Ран-ТВ, было, ну, там, там, тысяча подписчиков, что ли, там, был блогером фактически, как-то гордился этим ничего. Вот, поэтому, ну, не знаю, ответил, не ответил на вопрос. Спасибо. Мой вопрос, скажите, пожалуйста, какой самый важный и ценный совет вам дали? Самый ценный совет, да, да, ну, сложно, конечно, ответить на вопрос, ну, видимо, речь идет про журналистику, да, про журналистику, или так, по жизни просто, да, про журналистику, какой ценный совет дали? Ну, наверное, вот, из предыдущего ответа я вытернул свою же цитату, когда мы приехали только в интернюс, я начал учиться, и мне дали такой совет, серьезно подумать, а тем ли ты занимаешься, твое ли это? И вот тогда я серьезно начал думать, и я, у меня не было тогда ответа, я думаю, ну, окей, ладно, может быть, это не мое, хорошо, ладно, может быть, действительно, я как-то мне тяну чем-то, но я сейчас попробую, я сейчас отработаю этот месяц по полной, я постараюсь, как бы, работать, и посмотрю, что будет. И оказалось, что нормально все, нормально. Вот это, наверное, был самый совет, как бы подумать, подумать, тем ли вы занимаетесь. И, в общем, я могу такой же вам совет дать, тоже, как бы, вы сейчас идете в журналистику, подумайте всерьез, то ли это, чем вы хотите заниматься. Чтобы это понять, это, кажется, что это просто понять, потому что есть, как бы, ваши истинные ценности, ваши, а есть ценности, которые навязаны в обществе, да? То есть, вроде бы, ты думаешь, да, я пойду в журналистику, я пойду, может быть, на телевидение, я, там, стану, там, ведущий, да, вот, это круто, там, все будут, как бы, на меня смотреть, любоваться мной. Ну, потом ты понимаешь, что это не твоя истинная ценность, это что-то, нечто навязанное общества, социума. А очень важно разобраться в своих ценностях. Если хотите понять, как разобраться, ну, я могу потом это рассказать. Мне недавно дали одну технику, которая меня вскрыла просто, ну, капитально. Ну, если хотите, потом я про нее расскажу, если интересно. Здравствуйте. Здрасте. Могли бы вы описать свое самое большое достижение и самый впечатляющий право? А, да. Ну, про достижение, про самое большое достижение, да. Знаете, на каждом жизненном этапе, вот, тебе кажется, что всегда меняются вот эти вот представления о самом сильном достижении, то есть, когда я в 2011 году пришел к Кириллу, я его называю, Кириллу, ну, Калиненову, главный редактор первого канала, так если бы попросту его назвать, и он меня сразу взял на работу ведущим, вот, и его зам потом вышел и говорит, слушай, я говорю, ну, круто, я говорю, ты же никого не брали после первого собеседования, то есть, я пришел, с ним побеседовал, потом мы записали трак в студии, то есть, я сел там, мне дали тексты, почитал новости, потом к ним пришел, говорит, ну, все классно, давай, выходи на работу, вот, и мне казалось, это такое крутое достижение, там, все, вот, я так быстро так, как бы, взлетел, вот, ну, потом ты понимаешь, что, ну, просто, как бы, этап карьеры был, ну, самая большая, это моя семья, кажется, это дети, это когда, потому что у тебя появляются дети, это все остальное на второй план выходит, я помню себя, когда мне было, там, 20-25 лет, не было у меня такого в голове, что мне очень, там, уж детей хочется такого, ну, сколько мы себя помним, я не думал, что это такая уж какая-то ценность, я думаю, ну, они так, конечно, у меня будут, и все, ну, когда появляется у тебя первый ребенок, второй, потом ребенок, ну, сейчас будут дети мне, вот, то это, это настолько мощный эмоциональный всплеск, это настолько, как бы, сильные ощущения, ну, впечатления, ты понимаешь, что, вот, то главное, чего стоит жить, да, поэтому это, это главное достижение. А какой самый грандиусный провал? Сейчас надо подумать, вот, столько много было. Какой бы выделить? Какой бы выделить? Знаете, каждый какой-то вот, когда я воспринимал этот провал, оказывалось, что это была точка роста, значит, я пришел на ТВЦ работать, это Лужковский канал был такой, значит, где нужно было показывать, что Юрий Михайлович такой замечательный, и вот, ну, про него, про него. Ну, как-то этим не очень весело было заниматься, как-то это мне немножко так претило, как-то вот, все-таки я в интерньюсе вырос, и потом сразу на ТВЦ пришел. Ну, слава богу, мне про Лужкова не особо много давали снимать. То есть, поскольку я был молодой корреспондент, а на Лужкова отправили только таких самых опытных, которые вот знают, как Юрий Михайлович подойти и правильно, как это там, неправильный вопрос ему не задать. Значит, и я работал, ну, такие темы были, ну, не самые главные, вот, но я делал материалы, записывал стендапы, постоянно старался, чтобы я был в кадре, старался как-то запомниться. И один раз меня вызвал главный режиссер к себе и говорит, слушай, а не хочешь попробовать ведущим стать? Вот. Я говорю, ну, круто, конечно, да, давайте. Мы стали записывать тракты. Потом я понял, что там так не принято на ТВЦ, вот так вот ты вроде... То есть, надо было сначала подойти там к заместителю главного редактора, утвердить у него, потом прийти к главному редактору, потом это как-то, ну, все по цепочке, а тут я, как-то, получается, перепрыгнул через голову, вот, решил я стать ведущим. Вот, ну, вот, какая-то была такая кухня у них своя. Эта кухня больше такая не телевизионная, это больше такая кухня такая чиновничья. То есть, там больше не журналисты, а они были как бы к чиновникам, были. И вот такие правила были. И я, да, записывал тракт, и вроде бы нормально, я уже думал, что стану ведущим. Потом, в результате неких определенных интриг, меня там по одному вопросу очень сильно подставили, и мне сказали, что, ну, мы тебя решили уволить. И я мечтал, что это такой страшный провал, что все, я приехал, вроде у меня карьера только начинается, и все, у меня сейчас что, бросковка звучит, и все. Но потом я перешел на РНДВ, и этот канал на порядок был выше в плане, там, редакционной политики, в плане, там, ну, в плане всего, в плане технологии, в плане свобод, журналистских, в плане зарплаты, вот тоже, вот, что очень приятно, был очень такой существенный рост. Вот, и то есть то, что мне казалось этим провалом, оно оказалось вот реально такой очень хорошей точкой. А что реально провал, ну, что-то у вас нет, не знаю даже, что такое вот, скажешь. Что такое, скажешь. Ну, не знаю, может, еще подумай, может, что-нибудь такое расскажу. Здравствуйте, господин Анастасия. Как в вашей работе журналистом помогает вашему подготовке? Да, на самом деле, конечно, она помогала, особенно на первом этапе, потому что, ну, военная подготовка – это то, что тебя дисциплинирует, ну, ты, в общем, всегда вовремя приходишь, всегда все как-то четко делаешь, и высокая такая степень самодисциплины, что называется. Вот, вот, в этом помогла, ну, так, я думаю, в принципе, больше, что мне еще сказать. На самом деле, когда я учился в военном институте, я начинал с военного института, то я не совсем был похож там на такого военного классического. Я в военном институте чем занимался? Я, помимо того, что там учился, я там был главным редактором местной газеты, я был, значит, режиссером КВН там, ну, то есть, абсолютно такими непрофильными вещами занимался. Это мне нравилось, и в конечном итоге вот почему я ушел с военной из армии, хотя очень сложно было оттуда уйти, меня оттуда не отпускали, я там был претендентом на золотую медаль. Золотая медаль – это ты в институте, когда учишься, ну, допустим, у тебя все публики, и 25% четверки – это красный диплом, да? А золотая медаль – это когда у тебя прям за пять лет прям все пятерки, прям по всем там экзаменам, и вот я вот так шел. И поэтому с четвертого курса меня не отпускали, то есть это из этого института нельзя было уйти, как из, там, вот в МГУ вы поступите, надеюсь, поступите, и нельзя было оттуда уйти и сказать, все, мне надоело учиться, вот там заявление, вот студенческий билет, я пошел. То есть там целая процедура, и это она около двух месяцев длилась. Ну, на самом деле, конечно, мне кажется, армия – это не мое, потому что там мало очень творчества, и я поэтому оттуда решил уйти, но тем не менее армия очень много давала, конечно, потому что она тебя дисциплинирует, делает из себя такого мужчину, какие-то вот такие качества правильные, хорошие вырабатываются. Это мне помогло, не только в журналистике, как по жизни. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что работали на Рэнф-ДВ экономичных дозревателям, а почему туда вы пришли на первый канал? Вы начали с экономики, и вам все осталось на более престижном канале. Ну, мне хотелось, чтобы выросла моя аудитория, потому что я, когда работал на Рэнф-ДВ, я все время отслеживал там рейтинги какие-то, то есть зачем это нужно было делать, понимать вообще себя смотрят или нет, интересно, где контент создаешь. И действительно мне нравилось, когда идет основной выпуск новостей, потом начинается экономический блок, и там такой скачок по рейтингу сразу. Так сразу, в три раза. Вот. И мы над этим работали, и все это мне очень нравилось. А на первый канал, ну, потому что это как бы такая следующая ступень карьеры, то есть для меня Рэн-ТВ и Первый канал это как бы неравные каналы, то есть это как вот ты в футболе играешь, есть там премьер-лига, такая юношеская там, да, допустим, лига, и есть такая высшая лига. Вот для меня Первый канал была такая высшая лига, и мне прям хотелось бы это решить, потому что, конечно, аудитория несоизмеримая. Там и Первого канала в три или в четыре раза сейчас больше аудитории, чем Рэн-ТВ. Вот, и, ну, конечно, это более такая высокая энергетика, больше ответственность, больше такой драйв, вот. И это реально, этот канал, который смотрят, вот, Рэн уже там так. Ну, вот так вот, да, просто ступень карьеры как-то вот так вот. Здравствуйте, меня зовут Даля, у вас на руке нашутка «Стоунайл». Вы являетесь ли вы футбольным фанатом, или это просто… Что, что нашутка еще раз скажите? Стоунайл. А, упсты, спасибо, что вы рассказали, я просто взялся. Значит, это команда футбольная, да? Да, это знат футбольного фаната. А, правда, да? Да. Спасибо, что вы приедете. Я не знаю, правда, я зашел в магазин, ну, как бы померял, оказывается, это футбольный фанат, ничего себе. За это могут прийти. Да, за это могут прийти. Да, за это могут прийти. Да, около футбольных фанатов. Любое футбольное фанат. Спасибо. Ну, ладно, все будет. Спасибо. Не зря пришел. Здравствуйте, меня зовут Алёна, и у меня вопрос. Кто является вашим кумиром в журналистской сфере, и почему? Я понял. Для меня кумиром является, значит, когда я только начинал журналистику, конечно, мы все... нам всем очень нравился Парфенов. Это был наш кумир, и все мы пытались подражать. То есть так же говорить, так же вот ходить, так же головой как-то вот, ну, это как-то так было. Сейчас кто у меня кумиром, мне очень нравится Лошак Андреевич, допустим. Я, правда, не знаю, где он работает, ну, я помню, гениальный просто, гениальный у него гениальный цикл. Но он работал тоже, он работал у Парфенова, он начинался по Парфенову, корреспондентом в «Намедне». И потом, через какое-то время, он вернулся на НТВ, и он сделал цикл документальных фильмов. Сначала подумали, что он решил заняться такой журналистикой, такой желтой журналистикой, и он сделал фильм про то, как, значит, ковры, которые сейчас еще в некоторых квартирах, вот бабушкины такие ковры, знаете, висят, как они создают негативное энергетическое поле, и как они, значит, влияют на человека, как они реально ухудшают его жизнь. И там показывали реального ученого, который говорил, знаете, мы вот замерили уровень излучения этих ковров, замерили их кривые энергетические потоки, и, как бы, пришли к такому выводу, что есть правильные ковры, есть неправильные ковры. Значит, вот неправильные ковры, вот практически все, те, которые в Советском Союзе выпускали, все неправильные ковры, потому что там рисунок идет, значит, против часовой стрелки вот так. И это заветрение, оно как бы очень негативно влияет на человека. и значит от этих ковров надо вообще избавляться срочно на следующие дни прям реально была картина когда люди понесли ковры на помойку а вот многие поверили в это действительно очень так это все было понятно что я тоже задумался как ковры не лежат нельзя на этом все выбросить ну я так посмотрел ну посмеялся конечно потом подумал что-то андрей вроде как-то он больше был общественно-политический такой журналист как-то он решил на какую-то желтоку такой войти и мы ну ладно ну чё может надо деньги заработать потом вышла значит после того как этот цикл вышел вышла его статья где он объяснил что он как бы сделал он говорит если вы поверили в это вот теперь вот подумайте подумайте что с вами вообще делают сми сейчас и что с вами делают медиа и во что вы сейчас верите то есть как легко мне было вас облапошить да то есть как мне легко было вам показать вот такую ахинею провести вы в это поверили да причем это было настолько как бы явная вот если вот сейчас я вам рассказываю понимаете что это бред полный да но там было сделано это так и он просто показал что какие технологии телевизионные существуют поэтому как бы это было такое послание как вы задумаетесь о том что вообще сейчас по телевизору показывают да задумайтесь чему вы делите и конечно потом когда это вышло все это руководство не того что он там заголово схватился но это как мы это не поняли как это то есть он их обхитрил поэтому в этом отношении он конечно а вот так и из нынешних ну не знаю я поздно рассмотрю иногда интересно мне у него интересные гости а так правда сейчас сложно кого-то выделить каких-то ярких таких личностей может быть кого-то в газетной журналистике вот наверно на лошаке он сейчас работает насколько я знаю каких-то печатных изданий вот найдите его статьи там где он сейчас работает почитать много очень можно получить добрый день меня зовут анастасия у меня вопрос есть ли у вас литературный герой с которым бы вы себя ассоциировали почему есть герой с которым я хотел себя ассоциировать но не знаю как бы я соответствую этому или нет значит это где-то лет 5 назад наверное я прочитал книгу которая меня перевернула очень сильно это была книга айн рэнд атлант расправил плечи да и книга которая предшествовала это была книга источник аналог Cartel freakin который строил дома kilo вabilonia книга такие красивые такими зависимости такими парадными фасадами в verify кар autimi красивыми которым не очень при удобном положенииgenes люди престижить и на баку красивый дом а другой архитектор строил очень-таки странными домах очень странно архитектуры которые внешне не производили никакого такого впечатления, но в них было суперудобно жить, и это были, ну, суперклассные дома. То есть, ну, понятно, что через этих героев он продвигал такую мысль, вот, кем вам нужно быть? Вам нужно быть кем-то казаться, да, кем-то казаться, или быть на самом деле? И вот тот литературный герой, по-моему, Говард Рорк, по-моему, его звали, да, этого архитектора, это именно был тот человек, для которого важно было именно быть. Я устроил вот эти дома именно для жизни людей, и я очень это меня затронуло, и я понял, что действительно во мне это тоже есть, что мне главное быть, не казаться, и, наверное, я бы хотел себя с ним ассоциировать. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Вы сказали, что работали на РМДВ, но сейчас вы телеведущий на Первом канале. И появилась ли разница между тем, как вы готовились к эфирам тогда и сейчас? Практически нет, потому что, когда я уходил, значит, когда я пришел только на РМДВ, это был, ну, действительно, независимый канал. Да, и там можно было делать что угодно. Но когда я уже уходил, это уже был, ну, вполне себе такой госканал. То есть, понятно, первый канал – это госканал, у которого есть своя редакционная политика, это там подача новостей, там, в интересах государства, ну, как бы так это официально называется. Вот. А РМДВ – это был всегда независимый канал. И когда я с него уходил, он перестал быть независимым. Это был обычный госканал уже, он стал, и поэтому я с одного госканала на другой перешел. Поэтому особо не почувствовал разницы. Это с точки зрения редакционной политики. Но с точки зрения технологии подготовки эфира я почувствовал разницу, потому что, ну, на Первом канале больше людей. Там реально персонал технический на порядок выше профессионализм у людей. То есть, там не допускаются таких ошибок, которые, ну, схожи рядом на РМДВ, там допускаются. Это не касается, как бы, там, вот, там, текстов каких-то, это вот, ну, там, технология подготовки к эфиру, какие-то технические моменты. Когда, когда, допустим, на РМДВ сидишь, читаешь новости, читаешь подводку в каком-то сюжете, этот сюжет не выходит. Потому что человек, который сидит за пультом, он не на ту кнопку нажал, или он нажал на кнопку, и этот репортаж просто исчез куда-то. Вот что делать, да? Ну, понятно, надо идти дальше по монтажнику, надо приходить к другим новостям. Вот. Ну, я почувствовал, конечно, с точки зрения профессионализма, ну, такой существенный рост. Потому что на Первом канале люди намного профессиональнее были, чем на РМДВ, вот на тот момент. И я, ну, почувствовал, то есть, вы знаете, как вы на машине едете, вы едете, ну, не буду там с автолазом, может, прям сравнивать, да, но едете, допустим, на Хендаре, а потом пересаживаетесь в Мерседес С-классе, да. Вот такие ощущения были. То есть там намного комфортнее было. Ну, а ответственность, конечно, резко возросла, и, конечно, было, подначалу очень все волноценно. Здравствуйте, зовут Александра, и вы живете в ритме 24 на 7, ну, как мы себе поймем, и каждый утренний эфир вы выглядите, ну, отдохнувшим и свежим. Спасибо, спасибо. И вопрос в том, что есть ли на Первом канале гримеры, или у вас секрет есть, как вы поддерживаете себя? Смотрите, ну, как бы, гример, да, есть, то есть ты даже можешь прийти там с зеленым лицом, там, с не выспавшейся, и, значит, себя загримеруют, ну, нормально все, как бы, и... Я вам... А, вот еще, как бы, отвечаем за вопрос. Значит, я, когда сел в студию Первого канала, я понял, какой на Первом канале крутой след. Это, на самом деле, это так важно, потому что я, когда сел на РАН-ТВ, там стояли приборы, несколько, один прибор мне вот сюда в глаз светил, здесь, вот так, ну, некомфортно. А я как-то вот так приведу, тоже вот так сидел, там, там, здравствуй, там, экономические новости, да. Я, собственно, в студии Первого канала понимаю, что меня ничего не смущает, что я могу сидеть, как-то вот, как сейчас с вами разговаривать, и ничего меня не отвлекает, никакой след. Да, и там очень крутой след, там, реально, как бы, человек с не очень, там, здоровым, таким цветом лица придет в студию, он будет нормально смотреться, будет хорошо, если его еще запудрить. Вот. А, ну, конечно, в том режиме, в каком я работаю, нужно, конечно, очень следить за здоровьем, нужно, чтобы вот это поддерживать, это высокую, высокую эту энергию. Ну, на первом месте это, естественно, сон, да, то есть надо просто, просто тупо высыпаться, да, то есть к сну относиться даже не как к отдыху, а это, это часть, часть твоей работы, это часть твоих компетенций, то есть перед этим должен хорошо выспаться. Это не то, что это какая-то, вот, ну, это, это, это часть, это часть твоего профессионализма, то есть чем лучше ты высыпаешься, тем лучше ты отдыхаешь, тем лучше ты соображаешься, и все. Значит, ну это как бы отдых, естественно, это должно быть нормальное питание, да, и это должен быть спорт. Это спорт, потому что у меня сейчас с утра 8 эфиров, они идут через полчаса. 8 эфиров это то, что держит тебя постоянно в напряжении, постоянно голосовые связки в напряжении. И у многих ведущих есть такая профессиональная уже как бы не болезнь, не то что болезнь, когда голос вот так вот хрипнет. То есть кажется, как будто человек, ему надо попить все это, а просто усталость голосовых связок. Значит, такой вот у меня есть профессиональный секрет, значит, как это снять. Многие там говорят, надо там яйцо выпить, там коньяк, там какие-то украинские пирси, это все это бред полный, это все ничего не работает. Значит, у меня что работает, и это всегда работало, это я просто накануне эфира одевал спортивный костюм и по лесу убежал 10 километров. Пробегаешь 10 километров, это ну примерно час, там 50 минут. На середине утра прекрасно просто, с голосом все, ты ведешь эфир, у тебя такой драйв, ну просто. Вот, вот, на каждую затылку ты. Идешь такой лезвий в Москву. Я сейчас не в Москве живу, я сейчас живу в Кораблиной, и у нас там власти много страны. Ну, в принципе, на самом деле, да не обязательно в лесу бегать, можно бегать по улицам, просто надо убирать, когда бегать. Вот, Анищенко, был такой главный санитарный врач, в комнате такого или нет, он советовал, вот он такой экстремальный такой совет, говорит, он советовал в 3-4 часа утра бегать по Москве. Он говорил, что в это время самый чистый воздух в Москве. Ну, надо как-то выбирать, да, надо, если есть парк, конечно, это здорово, да, надо по парку побегать. Ну, нежелательно, конечно, по 3-му транспортному кольцу бегать, там все, то есть убирать. Если уж, ну, действительно нет, где бегать, то в таком, это, ну, там абонемент будет, там фитнес, там, может, там бегать, там, может, вообще, что-то стремится. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. И вы, наверное, много брали интервью различных интересных людей. Есть ли у вас какое-то запоминающееся интервью с человеком, который произвел на вас очень сильное впечатление? Ну, действительно, да, много брал интервью. Самое большое впечатление для меня произвел, ну, вы, конечно, такого человека вряд ли помните, был такой очень популярный фильм на Советском Союзе, Мимино назывался, там такой, кто-то знает хорошо, да, главный герой, там был Бахтан Кикабидзе, вот, исполнитель главной роли, сейчас живет в Грузии, и мы поехали, взяли у него интервью, и взяли как раз тот период, когда отношения между Россией и Грузией переживали такие не самые лучшие времена, то есть это было, это, ну, уже военных действий уже не было, но это было примерно через год, когда были очень сильные Грузии, ну, такие антироссийские настроения. Вот на этой волне мы приехали в Грузию снимать репортажи, вообще, как там, чем Грузия живет, как они относятся к русским, и меня очень поразило, что, на самом деле, несмотря на все эти военные действия, несмотря на то, что они считали, что Россия – это страна-агрессор, которая Абхазию и Северную, значит, осеть у них там отняла, то с одним русским очень хорошее отношение, вот, и с Вахтангом Кикабидзе мы записали интервью в его доме, и, в общем, получилось такое теплое интервью, хорошее, и он нас на следующий день пригласил к себе в ресторан, значит, на хинкале, вот, мы сидели, ели хинкале, пили ему с ним, а он говорит, мне вино нельзя пить, мне врачи запрещают, запрещают, я буду водку по этому пить, и после этого мы записали вторую часть интервью, вот это был вообще просто огонь, то есть, когда человек просто, то есть, ну, мы посидели, поели, там, выпили, когда он просто настолько, как бы, искренне все это говорил, такой яркий очень интервью получился, очень такое доброе, очень запоминающееся, когда он мне показал, как хинкале правильно есть, но он сначала думал, что я там, как бы, не знаю, а потом он видел, как я делал, он говорит, кто молодец, я говорю, первого русского, я вижу, который так хорошо, без хинкале, уже была практика, просто мы уже там первые дни были, ну, вот это, наверное, запоминающееся такое самое интервью, с Табаковым было очень интервью, с Аликом Табаковым запоминающееся, когда, а потом мы сонатчистями, там мы, тогда, по-моему, 75-летие Ельцина, что ли, было, он еще, по-моему, приснил, ну, он жив еще, короче говоря, был тогда Ельцина, вот, и мы приехали к нему записать интервью на эту тему, вот, а они им очень дружили, Табаков с Ельцина, и когда я ему задал вопрос, какой-то я, так вот, ну, мне показалось, что я очень хорошо подгадывался к этому вопросу, я там почитал, и он такой, мне казалось, такой вопрос с небольшой такой подковыркой, я думаю, сейчас вот этот человек вскроется, начнет мне что-то говорить, а он, как бы, он такой, ну, я спросил, а он такой, говорит, куда говорить, я говорю, ну, мне, вот, а вот камера, и он начинает рассказывать камеру вообще историю своих, как бы, отношений с Ельцина, то есть вообще вопрос он не услышал, как бы, я там, ну, я уже потом уже услышал, что он, в принципе, ответил там на этот вопрос, ну, вот это как-то мне запомнилось, человек такой просто, знаешь, просто готов, будьте готовы к тому, что ваших вопросов тоже не будут люди слышать, да, но при этом, при этом слушайте, что человек отвечает, потому что он может, в принципе, ответить на ваш вопрос, чтобы потом не повторяться. Здравствуйте, с точки зрения журналистики, какой способности вам хотелось бы выбрать? Какой сейчас нет, да, а какой бы хотелось бы обладать. Ну, нет, пределов совершенства, что называется, и мне всегда кажется, всегда, вот я тогда журналистом, когда тексты, ну, вот, как корреспондент работал, мне казалось всегда недостаточно, что я хорошо эти тексты пишу, и все время над этим работал, вот, и мне кажется, такая бесконечная работа, вот, ну, мне хотелось бы, мне хотелось бы, чтобы эти тексты получались легко, мне кажется, что есть такие люди, у которых вот есть какой-то такой талант, когда они очень легко пишут и очень ярко пишут, наверное, такие люди есть, и вот, может быть, мне бы хотелось с таким человеком, чтобы у меня легко и быстро получались эти тексты, может быть, это, может быть, это, но, с другой стороны, есть еще одно, а может быть, оно не только к журналистике относится вообще, к жизни, это такое умение, я понимаю, что сейчас, для вас сейчас это не актуально, да, это, может быть, станет актуально лет после 30, когда вы входите уже в определенную такую зону комфорта, и у вас уже пропадает, не то, что пропадает, оно начинает придупляться желание дальше развиваться, ну, вот, кажется, что ты уже, ну, что-то достиг, уже вроде что-то и получается, все как-то это, в общем, я хотел бы, чтобы вот это чувство и желание постоянно развиваться, оно постоянно присутствовало во мне, и вам тоже желаю, чтобы вот это было всегда с вами чувство. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Скажите, пожалуйста, какой у вас был самый вспоминающийся момент во время работы на Первом канале? Был запоминающийся момент, причем это в самый первый год работы произошел, когда я заменял Катю Андрееву, вот, то есть, по идее, я как-то только пришел на Первый канал, по идее, мне еще как бы там, да, вот, этих вечерних эфиров расти и расти, а она уже 20 лет работает в эфире, и, ну, казалось бы, если она не может в эфир выйти, то кто-то должен ее заменить из вечерних новостей, а уж если из вечерних новостей не могут, то кто-то из дневных, ну, вот, по этой, и уже только потом отпускается до дневных новостей. Но так получилось, что и тот ведущий, и тот ведущий, как-то меня это выбросило на эту волну, а тогда, значит, был спецэфир, это был спецэфир, специальный выброс, тогда произошел потоп, тогда много людей погибло, это произошло, значит, в Краснодарском крае, я забыл, как там называется, природок, когда, может, кто напомнит? Крымская. Крымская. Да, 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 Крымская, да, Крымская, да, 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 когда погибло там что-то, то-то 200, то-то, больше там человек, уж не помню, сколько погибло, вот, и вот это был такой спецэфир. Я знал, что этот эфир там все будут смотреть, и будет его Эрнст смотреть, и будут все просто, и что это очень важно, все, и просто это было самое вспоминающие. Ну, провел нормально вроде, ну, вот я вышел из студии, Ко мне подошел Кирилл и сказал, молодец, эти эфиры формируют человека, формируют ведущего, повышают его капитализацию. Это, наверное, мне запомнилось, какой был янкий, ты именно на первом канале. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут София. Хотели бы вывести свой собственный канал, если бы это было? Да, конечно, хотел бы. Это, значит, ну и вы, может быть, имеете в виду, я даже бы как бы больше, я бы не то, что хотел бы там, я бы хотел иметь свой канал, ну вот, собственно, да. Что на этом канале бы выходило бы? Ну, если с точки зрения бизнеса этот канал рассматривать, да, понятно, мне надо было провести там кучу всяких исследований и проверить кучу гипотез о том, что вообще, чего сейчас нет и что было бы востребовано, да. И когда бы мы выявили вот какой-то интерес целевой аудитории, то мы бы создали такой канал, да, какой он был бы по контенту, непонятный. А что бы мне хотелось самому там вести, ну, мне бы хотелось программу про путешествия вести. То есть мне бы хотелось путешествовать и вести, вот не знаю, как это осуществится, это не считая вины. И, да, мне хотелось бы, конечно, чтобы в этой работе я был абсолютно свободен, то есть сам не шел в какие страны, поехать, что снимать, как показывать. Здравствуйте, меня зовут Александра. А какую бы ситуацию вы ввели, могли бы назвать самым неудачным? Самая неудачная ситуация, это когда, допустим, у тебя пропадает суфлёр, да. Вот знаете, вот были кто-нибудь в академии? Да. Были, да, вы знаете, как вообще суфлёр, да, там, то есть камера стоит и лучше читает это всё по суфлёру. И, наверное, самая неудачная ситуация, это когда суфлёр тут пропадает. Ну, понятно, что есть у тебя текст распечатанный, ты можешь его читать. Бывают какие-то темы, которые под эфир падают, и их даже на тексте нет, на бумаге. И самое неудачное, это когда у тебя всё пропадает. На РНДВ такое часто бывало. Вот, на первом канале крайне редко. На первом канале суфлёр вылетает, просто суфлёр, да, то, что там и суфлёр, и текст. Суфлёр вылетает, может быть, раз в два года такая происходит ситуация, крайне редко. Если она даже возникает, ничего страшного, ты сел и начинаешь читать по бумажке всё это. Вот, ещё есть какие, ну, то есть к этому надо быть готовым, и нужно, конечно, все эти новости читать и понимать, о чём ты читаешь, чтобы если у тебя всё пропадало, чтобы ты мог рассказать это своими словами, да, там, ну, что-то, какая-то ситуация, где-то там пожар, где-то там авария какая-то, что-то какая-то в силе, какая-то очередная перестрелка, да. Ты это прочитал, ты это понял, у тебя всё вылетело, ну, ты своими словами рассказал. Ты говоришь, ну, действительно, да, вот там была, значит, перестрелка, вот погибло несколько десятков человек, там есть раненые, мы следим за развитием событий, сейчас там другие новости, ну, как-то вот это отыграть. Ещё очень такая ситуация, такая, как бы, бывает подстава, ты, когда сидишь в эфире, у тебя есть ухо, такая маленькая такая штучка, составляешь ухо, и вот ты слышишь, что тебе режиссёр говорит. И мало того, что ты слышишь, что тебе режиссёр говорит, ты слышишь, что говорят, всё говорят аппаратные. А в аппаратные сидит человек десять, вот, и не всегда вовремя корреспонденты, допустим, могут там сюжет им скинуть, там, на сервер, не всегда там что-то у них идёт по плану, да, и все люди очень эмоциональные, и там, конечно, что иногда бывает в этой эфирной аппаратной, это ужас, там, да, когда это рукой, и то есть сложно же вот кому-то что-то говорить, когда у тебя на окне кто-то бубнится, да, но там не то, что бубнят, то есть это крики, бывают такие, вот, а все, вроде как бы и нельзя их отключить, потому что ты должен знать, что дальше будет, там, да, есть ли у них этот сюжет, нет, идти на следующий, там, какая камера будет. И, да, а бывает ещё, когда, если у нас там звук, да, вот это сложная ситуация, и ещё бывает, когда звукорежиссёр с тобой разговаривает, он, бывает, я не знаю, там, технических моментов, он задевает какую-то кнопочку отключить, и ты сидишь, читаешь новости, и ты понимаешь, что ты себя сам слышишь, что ты читаешь, только с задержкой полторы-две секунды, и это ужасно сбивается, это невозможно, это, мне кажется, никто не может сколько-то, там, 20-50 лет проработал на телевидении, работать с этим, ну, это невозможно вот так вот читать, и вот когда вот это возникает, да, вот просто ты просто вынимаешь, что-то ух, это, например, читать, всё, работать, что называется, по приборам. Друзья, давайте с вами у нас вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Известно, что в определенный момент вы работали главным редактором на проекте, связанном с юридиром интернет. Да. Какой актуалат на виски вы внесли в развитие юридора интернета? Небольшой, небольшой. Смотрите, там был, значит, проект такой, там запускалось интернет-телевидение, там очень интересное было имя, сейчас его нет, сейчас не найдете, но это был, назывался проект mylife.ru. Сейчас вы знаете, что есть live.ru, да, значит, мы запускали интернет-телевидение, и, может быть, оно чем-то было похоже на вот этот live.ru. Была уже даже редакция, уже начали что-то там снимать, что-то писать, и потом появляется вот этот, и у нас, я помню, был проект, общая его стоимость, ну, общие инвестиции, там в первый год, что-то там полтора-два миллиона долларов на первый год давалось. И появляется вот этот live.ru, габрилиановский, вот, и они говорят, мы первый год планируем потратить 15 миллионов долларов на вот это все. И вы понимаете, что мы уже тут как бы не калькурируем, что, ну, уже и проект закрылся в результате. Вот, поэтому вклад небольшой, ну, это было очень интересно. Это было интересно, и я вам советую сейчас всем смотреть в сторону интернета, прежде всего. Сейчас не смотреть на телевидение, на вот это классическое большие теканулы, потому что сейчас ситуация не очень, как бы, такая складывается для них благоприятная, потому что очень сильно сокращаются, компании сокращают маркетинговый бюджет именно, и сокращается телереклама, сокращаются эти сборы рекламные. И небольшой сегодня, в общем, сейчас чувствует, сейчас все перетекается в интернет, поэтому эти дни обыдущие это, прежде всего, не вещатель, это, прежде всего, производитель контента. То есть кто будет производить самый качественный контент, тот будет на коне. То есть то, что было раньше преимущество у первого канала, допустим, то, что он укрывал там всю Россию, вот это скоро преимущество, ну, просто уйдет на нету после того, как у всех будет хороший интернет, высокоскоростной. Поэтому смотрите в сторону интернета, который уже все равно сейчас. Следующий вопрос. Мне интересует мнение редакции интернет-канала, и, конечно, ваше мнение по поводу девушек-журналистов о горячих точках. Знаете, вот был один такой пример, самый яркий, ну, это была такая Елена Масюк, вот, которая сейчас в «Новой газете» работает, да, и которая была в плену у боевиков, и которую там вытаскивали. Ну, значит, что касается девушек, надо просто понять, как бы, зачем ей туда ехать на войну. Ну, все-таки война, ну, конечно, мужское это дело, да, и все-таки, ну, чаще ты себе представляешь, военного корреспондента это мужчины, где-то в бронежилете, в каске, где-то бегают под пулями. Многие из них, многие из них это бывшие военные, военные корреспонденты. Я немножко поработал, как бы, на войне, тоже ездил в Чечню, когда война шла, вот, и я не понимаю, не понимаю, как бы, зачем туда девушки едут. Если это, как бы, желание просто, как бы, прославиться, да, то не стоит этим заниматься, да, но если какая-то есть внутренняя, какая-то потребность, вот что-то, как-то, почему-то тебя туда тянет, тебе нужно этим заниматься, ну, ради Бога, ради Бога. Был пример одной журналистки, я не хочу называть ее имя, которая поехала туда на войну, я этим все там потом, этот канал очень гордился, что вот наша там единственная из девушек, которая туда приехала на войну в Сирию. Ну, репортажи не очень были, честно говоря. Репортажи не очень, в общем, я не понимал, зачем они туда отправили, но, как-то, постоянно, вот я смотрел, какое-то чувство неловкости было, что она там работает. То есть, ну, видно было, что это нужно было, чтобы как-то только заявить, что вот, смотрите, единственная наша девушка. То есть, особой необходимости в этом никакой не было. Ну, я говорю, разные девушки бывают, кому-то, может, действительно, это надо, кто-то как-то внутренне чувствует, что без этого он не может. Поэтому, если это так, то, ну, съездите, съездите, если у вас запросто. Здравствуйте, меня зовут Юлия Мария, и у вас есть какие-то обычаи подготовки к перевыкновению эфира, ну, помимо подвижки в усы. Вы, понимаете, что-то связано с суевериями, да? Да, конечно, да. С суевериями. Вы знаете, раньше, да, раньше было, раньше, значит, у меня, так это смешно было, как я, допустим, ввел эфиры, мне эфиры не нравились. Так, я пришел на первый канал, например, мне не нравится, как я веду эфир, я думаю, почему, что-то, может быть, какая-то негативная энергетика. Потом, я думаю, да, здесь, в кабинете, наверное, неправильно у меня мебель по фэн-шую стоит, надо ее переставить. Переставил, думаю, действительно, да, хорошо. Но потом я разобрался, и потом понял, что фэн-шую, это такая штука, это просто такое учение, просто о здравом смысле. То есть, когда у тебя есть кабинет, там как-то, ну что, допустим, нельзя ставить рабочий стол так, чтобы он стоял спиной к дверям. Вот, это называется, какая-то, что-то нож в спину, такая позиция, да. Ну, действительно, некомфортно, потому что ты сидишь, и ты не контролируешь, кто заходит тебе в кабинет. И это на каком-то таком подсознательном уровне, еще, еще с каких-то первобытных, наверное, наших времен, это все было заложено, когда нельзя было поворачиваться спиной, там к пещере, что мог заближать какой-то дикий зверь, если вас хватит, да, это, наверное, от этого. И поэтому сейчас, если вы зайдете в кабинет, там, к любому большому начальнику, вы никогда не увидите, что у него стол развернут от двери. Вот. Поэтому у меня вот были такие вот обычаи, что я там, значит, надо все было по френшую сделать, значит, надо стол было, значит, что-то, значит, здесь энергия сцей идет из окна, здесь, значит, одно должно быть чисто, мусора тут убрать, то есть, ну, вот такое, наверное, что-то было. А сейчас, ну, кроме пробежек, да, особо нет каких-то, вот, то есть, ничто сейчас меня как-то не отягощает, то есть, сейчас вот такой чистый поток идет, чистая такая волна, то есть, я просыпаюсь, прихожу на эфир, веду, вхожу, и вот, как-то, ничего, этот процесс не осложняет. Здравствуйте, меня зовут Ксения, я здесь. В одной из социальных сетей вы опубликовали фотографию, где поймали покемона. Как вы думаете, если с помощью этого приложения можно следить за людьми? Да, вполне, значит, как это произошло, то есть, я, понятно, я человек, который следит все время за потоком новостей, которые идут постоянно на ренту, смотрят постоянно сообщения про покемонов, тут, тут, значит, акции Nintendo выросли на 15% за один день. Здесь какая-то девушка нашла какой-то труп с помощью этого покемона. Что за покемон? Что это за игра? Что это? Я сейчас качал, и такой думаю, так, ну понятно, игра дополнительная, реально, находить вот этих покемонов варить. Ну, поиграл, у меня два-три, как бы, понял, в чем фишка этой игры. Вот, ну, выложил этот скриншот, там, посмеялся, говорю, первый покемон, пойманные бедальцы первого канала, это все равно. Вот, а следить за людьми, да, вполне, вполне можно следить, причем, я считаю, что это делается не, с точки зрения, то есть, это не какая-то система, там, знаете, какие-то там политики, спецслужбы следят, хотя они могут тоже следить, в принципе, ну, понятно, за всеми они не следят, но это нужно, для чего? Это нужно, вы же замечали, что когда вы, допустим, в Яндексе набираете какой-то поисковый запрос, ну, допустим, допустим, да, вы хотите купить себе, там, гироскутер, да, вы забиваете, там, гироскутер, такой-то, да, а потом вы видите, что вам в течение недели постоянно сыпется контекстная реклама, гироскутеры, гироскутеры, вот так Яндекс работает, так работает рекламная сеть Яндекса, то есть они как бы оценивают, что чем ты интересуешься, а потом тебе дают эту рекламу, то есть по идее, они как бы за вами таким образом следят, то есть вот эти вот камеры, а я вижу, что за мной сейчас, честно говоря, следят, сейчас я вам объясню, как, значит, у меня здесь, когда срабатывает камера, вот здесь вот, ну, которая снимает селфи, она срабатывает, здесь такой значок появляется, такой, как бы глаз, который, и он иногда у меня появляется, почему-то, когда камеру я не включаю, я думаю, почему он появляется, не следят ли, вот, ну, вряд ли это, как бы, какие-то спецслужбы, там, которые пытаются, там, что-то, скорее всего, вот это, как бы, вот эта технология, бигдата, когда он собирает общие данные, то есть, где пользователь находится, то есть он там в помещении, где это, для каких-то коммерческих целей, чтобы потом анализировать, чтобы потом могли еще чего-то продавать, то есть, ну, технологии это позволяют, насколько это активно этим занимается, я не знаю, честно говоря. Да. Здравствуйте, меня зовут Михаил. А какой день на телевидении вам больше всего заполнился, и почему? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Первый, наверное, первый эфир, ну, это было региональное зрели, когда вел программу, я помню, очень смешно было, значит, я с генеральным директором разговариваю, он говорит, слушай, нам, конечно, важно, кто будет спонсором у программы, и я сейчас вижу два направления, автомобильный и компьютерный, вот, какое тебе ближе направление, то есть, ну, программу какую-то вести, либо там про автомобили, либо про компьютеры, для чего? Для того, нужно было, чтобы при... Спасибо. 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 Продолжение следует...